Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос заключается в том, что у человека комплексы и в результате достаточно сильной концентрации человека на объекте своего комплекса, в общем-то, появилось, скажем так, физиологическое проявление, да, то есть появились физиологические достаточно негативные, можно даже сказать, тревожные симптомы, вот. Соответственно, человек спрашивает, может ли подобное происходить из-за мыслей и что делать, как бы. Да, это может быть из-за мыслей, почему? Потому что вы, ну, речь, конечно, не про энергию, это больше, скажем так, мистификация процессов, вот. Но, когда вы о чем-то думаете, вы используете слова, а через слова вы выражаете значение чего-то. То есть вы посредством своей внутренней речи вводите некоторые вещи в свою реальность, вот. Вот. И, соответственно, таким образом корректируете свое поведение. А это, в общем-то, описано, подобный процесс описан в теории деятельности, вот. Эти ученые как раз разрабатывали связь, речи и, соответственно, сознание и мышление. Так работает сексоматика, условно говоря, то есть, когда человек пытается контролировать то, что контролировать не нужно, вот. Его средства контроля содержат формы, содержат направленность, наполнение, векторность по отношению к работе, в общем-то, человеческого тела. И, таким образом, конструируя реальность за счет своей речи, а речь, в том числе и внутреннюю, является, в том числе, способом познания мира, что, вот, как бы, да, происходит такая история. Вот. То есть, понятно, что, как бы, два разных человека, оказавшихся в одной и той же ситуации, которую вы описываете, отреагировали бы по-разному. Это связано с тем, что определенные установки, определенные убеждения имеют свои уровни. То есть, я могу на поверхностном уровне говорить, например, что я себя ненавижу, но где-то на более глубинном уровне, я знаю и чувствую, что я себя люблю. И в таком случае, как бы, ничего негативного не возникнет. А если на глубинном уровне, как бы, подобное убеждение отсутствует, то, естественно, это проникает внутрь и влияет на работу, в том числе и тел. Безусловно, это может быть и совпадением, а безусловно, может быть и, как бы сказать, рокировкой причины и следствия. То есть, ваши комплексы могут быть как раз по причине того, что есть некая предрасположенность к заболеванию. И именно заболевание вызывает, ну, так сказать, вы его, вы о нем не знаете, вы о нем не прозреваете, но интуитивно можете ощущать свое предрасположенность. И именно предрасположенность к заболеванию вызывает комплекс. Такое тоже может быть. Поэтому в данном случае, ну как бы, вот вы говорите, да, что я понимаю, что это уже принадлежит здоровье, надо идти к врачу. Но почему не идете-то? Ну вы сходите к врачу, сперва, а там будет видно. Так или иначе, вам нужно как в медицинском направлении работы, так и в психологическом, потому что даже если по медицинской части вы себя, условно говоря, скорректируете, комплексы в этом смысле никуда не уйдут. Вот. И с комплексами нужно работать отдельно. Например, в том смысле, что вы требуете от себя быть какой-то другой, не той, какой вы являетесь, а той, какой вы являетесь, и вы какая-то плохая. И соответственно, нужно раздраться с тем, почему это так, за счет чего это так. Вот. Вот как бы и все. Но если вас интересует вопрос о том, происходит ли это от мыслей, происходит ли то, что происходит с вами от мыслей, то да, это может происходить от мыслей. Потому что в своей речи мы конструируем реальность. Вот. Так вот работает самозбывающееся пророчество, например. Магии в этом никакой нет. Человек, говоря, говоря какие-то вещи, конструирует свою реальность и действует исходя из этой реальности. Все. Точка. Поэтому, да, да, если вы, скажем так, человек внушаемый, вот, то эффективность подобного воздействия возрастает. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратный связь по моему ответу. Это позволит вам работу, начать работу над собой. Обратный связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Как, например, почему, или, наверное, точнее было бы сказать, как получается так, что ваше тело или какая-то часть тела вам интереснее, чем ваша жизнь. То есть, условно говоря, есть человек, который каждый день перед зеркалом рассматривает свое отражение. Я сейчас даже не говорю о том, что если очень пристально себя рассматривать, а еще и близко, то всегда найдешь какие-то неидеальности, это нормально. Я сейчас говорю даже не об этом. Я говорю о том, что человеку интереснее себя рассматривать, чем, например, жить. Понимаете? И на мой взгляд, вот этот, ну, скажем так, базовый интерес к жизни у вас или отсутствует, или отсутствует, или, ну, по крайней мере, уменьшен. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. Поэтому я бы рекомендовал вам вот в этих направлениях в первую очередь работать. Ну, и, конечно же, медицинскую сторону вопроса тоже имеет смысл прорабатывать в обязательном порядке, потому что, если есть физиология, то, соответственно, ну, в смысле, на решение о биохимии, например, организма, то это, конечно, прорабатывается отдельно. Вот. Вот. И повторюсь, что, вот, рокировка причин и следствия тоже возможна. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует...